Короткая, а зря. Она вообще-то из пятиклеток. Вот это та самая, которая была нужна. Именно вот эта диагональ, она была нужна, потому что она из пятиклеточной, она замечательная. И следующая нужна, и следующая, и следующая. А вот все остальное надо из-за этих. Господа, пожалуйста, нарисуйте себе каким-то особым цветом. Вот эти четыре стрелочки. Объясняю, почему на самом деле это достаточно. Почему на каждой из этих четырех диагоналей должен стоять. Если у вас здесь нет слона, вот на этой. То надо пробивать, что называется, сбоку. Отсюда или отсюда. Но если у вас всего три слона, как они могут пробить пять клеток? Да никак. Господа, более того, даже если четыре слона, все равно сбоку не пробьешь. Один из них должен здесь стоять. Но когда четыре слона, это не страшно, потому что нам можно по одному стону на каждую лицу. А вот когда три, то уже возникает противоречие. Я нарисовал четыре диагонали. Давайте еще раз слушайте. Четыре диагонали. Можете проверить? На каждой из которых пять или больше полет. При этом они параллельны. На каждой из них должен стоять хотя бы один слон. Поэтому слонов минимум четыре. Все поняли? Поняли. Отлично. На самом деле, вы, наверное, вот о чем говорите. Можно было посмотреть вот на эти пять диагоналей. Да, можно. Потому что, когда доказывают, что три слона не хватит, то, конечно, здесь должны стоять. Но, ребята, я вот почему показал именно эти четыре. Потому что сейчас я хочу решить такую задачу. Сколькими способами можно поставить на доступ четыре слона, чтобы все черные поля были бы выгодны? Оказывается, что решение начинается вот именно с того, что я сейчас вам сказал. Надо посмотреть на эти четыре направления. И на самом деле надо посмотреть вот на эти направления тоже. Если у меня всего четыре слона, то на каждом из этих направлений должен стоять хотя бы один слон. На каждом из этих направлений тоже должен стоять хотя бы один слон. Так, будьте добры, пожалуйста, быстрее себе это снять все нарисуйте. Итак, поле 8 на 8. Отмечены четыре таких направления и три пентикулярных направления. Сейчас мы должны разбираться, сколькими же способами это можно поставить. Обратите внимание, если у нас всего четыре слона, на каждой из вот этих вот диагоналей должны быть слоны, то уже зачеркну. Потому что на них нельзя ставить слонов, если мы хотим обойтись всего лишь четырьмя слонами. И вот эти поля я тоже зачеркну. Сюда слонов тоже ставить. Если их поля, то поля, то надо зачеркнуть. Почему? Не знаю. Я не уверен, что есть еще. Нет. Я не уверен, что есть еще. Хорошо. Теперь давайте смотреть вот куда. Господа, у нас есть вот эти вот три направления. На каждом должен стоять хотя бы один слон. И дальше есть вариант. Либо четыре слона будут на этих трех диагонали, не выйдут с их пределов. Либо же все-таки какой-нибудь слон выйдет с этого вот кусочка. И тогда будет другая ситуация. Знаете что? Я сейчас нарисую ряды доску и попытаюсь объяснить ситуацию. Все то же самое. Я просто второй темпляр рисую для того, чтобы я мог помнить белок, то есть делать построения на темп, которые не всегда верны. И я должен зачеркнуть вот эти поля. Точно так же должен зачеркнуть эти поля. Сюда вот слон точно не встанет. Дальше смотрите. Вот есть эти поля. Есть вот такие вот поля. И есть эти направления. Так вот, есть такая ситуация. На этих полях есть какой-нибудь слон. Это одна ситуация. И на этих полях нет слона. Это другая ситуация. Давайте я предположу, что на одном из вот этих полей, кстати, посчитаем сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь еще. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так вот, я предположу, что на одном из этих полей стоит слон. Ну вот, например, вот этот слон. Я ставлю здесь большой-большой жирный кружочек. Смотрите, что в таком случае этот слон делает. Он на самом деле пробивает вот эту вот линию, что для нас очень важно, да? И мы получаем такую задачу. У нас есть три направления. И у нас есть вот эти три направления. Слушайте, ребята, когда есть три на три, это же понятная штука. Когда у вас есть сколькими способами можно проставить три слона, чтобы и в таком направлении обязательно было бы по слону, и в таком направлении, чтобы обязательно было бы по слону. Это известная задача. Мы ставим в любое из этих мест это три способа. После этого у нас останется два варианта. И после этого единственный вариант. Это называется число перестановок из трех метров. Здесь шесть спустов. И, ребята, я еще повторю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь тоже шесть. Всего двенадцать. И здесь шесть вариантов. Шесть умножить нанадцать – это семьдесят два спустов. Это я разобрал варианты, когда слон стоит в одном из этих полей. Теперь задача такая. Пусть все эти поля для слонов запрещены. Пусть все эти поля для слонов запрещены. Тогда у нас получается такая картина. Да, я забыл сказать, я показал, что это очевидно. Если у нас пробиты эти три направления, то на самом деле вся доска пробита. То есть не надо смотреть на каждое отдельное поле. Вот просто здесь в каждой диагонали из этих четырех стоит слон. И здесь на каждой из трех, то вся доска пробита. Вот смотрите, какие поля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Если вы присмотритесь, то это фактически такой прямоугольник повернутый размером три на четыре. Отлично. Сколько у нас слонов? Кстати, может быть, ладья. В таком направлении это фактически ладья. У нас слонов четыре. Надо все пробить. Что это значит? Это значит, что на каждой из вот этих четырех линий должен стоять слон. На каждой из этих трех линий. Ребята, на одной из этих трех будут стоять обязательно два слона. Что мы должны сделать? Мы должны, во-первых, выбрать из этих трех линий ту, на которой будут стоять два слона. Это делается лиля с восемь. Отлично. Дальше вы должны эти фигуры поставить. Сколькими способами можно выбрать две клетки из четырех? Это число сочетание из четырех по два. Давайте я на все эти ключи нарисую. Из четырех предметов сколькими способами можно выбрать два? Один, два, один, три, один, четыре. Два, три, два, четыре, три, четыре. Это шесть способов, да? Это шесть способов. Отлично. После того, как вы выбрали, осталось, смотрите, что осталось. В этих двух линиях и в этих двух линиях либо так взять, либо так. То есть два варианта. Ну, в общем, не проблема. Это будет сколько? Это будет... Итак, я выбрал линию одну из трех. Это три способа. Пока все хорошо. Дальше я выбрал из четырех два или шесть. Пока все хорошо. 72 плюс 36. Это сколько? 108. 108.